Я держусь, я. Господин председатель, признательный специальному представителю генерального гестерия ООН и главе Миссион, господину Тадамичи Ямамото, за обстоятельный анализ положения дел в Афганистане. Внимательно выслушали выступление посла Афганистана, господина Махмуда Сайкала. Разделяем оценки, содержащиеся в докладе генстерия ООН о положении в Афганистане. Поддерживаем личные усилия господина генерального генстерия ООН Гутерреша в деле содействия устойчивому афганскому регулированию. Отмечаем глубокое по содержанию и объединительное по смыслу выступление представителя Казахстана. Действительно, Афганистан должен стать активным участником будущих региональных интеграционных процессов. Афганистан всегда был и остается другом России. В этой связи недавняя серия терактов, прокатившаяся по стране, болью отозвалась в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования народу и правительству Афганистана в связи с жертвами этих чудовищных преступлений. Разумеется, выражаем солидарность с пострадавшими коллегами по дипломатическому цеху. Серьезную озабоченность у нас вызывают военно-политические процессы в Афганистане. Страна никак не может вырваться из порочного круга насилия. Ситуация усугубляется низкими темпами экономического развития. Террористическая угроза продолжает обостряться. Комплекс этих проблем тяжелым бременем лежит на плечах народа Афганистана, в том числе его самоотверженных вооруженных силах. На этом фонде все большее значение в плане стабилизации ситуации в Афганистане приобретает задача достижения национального примирения. Поддерживаем соответствующие усилия Кабула на этом направлении. Исходим из того, что процесс должен осуществляться самими афганцами, готовые оказывать содействие в его продвижении, в том числе гибко подходить к вопросам возможного ослабления санкционного режима соответствующих комитетов Совета Безопасности. Вместе с тем отмечаем снижение эффективности многих международных механизмов сопровождения национального примирения в Афганистане, раздутых по составу участников. С другой стороны, узкие форматы явно не учитывают интересы многих стран региона, что также негативно сказывается на результатах работы. В этом контексте убеждены, что запущенный в начале года московский диалог по афганской проблематике является инклюзивным и наиболее перспективным в деле практического налаживания прямого конструктивного диалога по вопросам национального примирения. Отказ некоторых государств от участия в нем без внятных причин вызывает у нас недоумение. С учетом обретения Индии и Пакистаном статуса полноправных членов ШОС, а также соответствующих заявок Афганистана и Ирана, перспектива достижения национального примирения только повышается. Господин председатель, следует признать, основные задачи, стоявшие последние 15 лет перед международными военными присутствиями в стране, остались нерешенными. А многие усугубляются. Но говорим это не для того, чтобы выставить кого-то виноватым или назначать фокусные страны. Это не наша политическая практика. Наша цель – еще раз донести до всех. Задача урегулирования в Афганистане требует консолидации международных и региональных усилий. Только коллективная совместная работа позволит развязать клубок сложных проблем, вывести страну на орбиту стабильного развития в атмосфере сотрудничества, взаимодействия, добрососедства. Только в этих рамках контртеррористические усилия дадут необходимую отдачу. В этой связи поддерживаем договоренности, достигнутые на встрече в Астане между президентом Афганистана Гани и премьер-министром Пакистана господином Шарифом. Однако вместо продвижения объединительной повестки дня, временами некоторые наши партнеры сбиваются на бездоказательную обвинительную риторику, в том числе в адрес России. Напомним, что многие годы назад Россия была одной из первых, кто обратил внимание международной общественности и общественности Афганистана на резкий рост терактивности на севере страны. Наша страна внесла весомый вклад в антитеррористические усилия в Афганистане, в том числе во взаимодействии с Соединенными Штатами и НАТО. Речь идет о транзите военных грузов, поставках вертолетов, подготовке афганских силовиков. Нас очень беспокоит интенсивное наращивание потенциала террористической организации «Исламское государство» в Афганистане. Пополняются ряды этой группировки, растет ее разрушительный потенциал. Проблему недопустимо и опасно преуменьшать, а тем более замалчивать. Поступают множественные тревожные сообщения о полетах неопознанных воздушных судов, замеченных в оказании афганским боевикам содействия. Расширяется география полетов. На сегодня имя уже охваченной провинции Сарипуль, Фарах-Кандагар, Герат, Нангархар. Полеты зачастую прекращаются сразу после обнародования афганскими властями соответствующей информации. Ситуацию следует тщательно расследовать, а подобного рода подковерную активность немедленно прекратить. Считаем обоснованным требование афганских парламентариев прояснить ситуацию вокруг этих полетов. Ожидаем исчерпывающего отчета по линии Миссион. Серьезную угрозу стабильности самого Афганистана, сопредельным странам, нашим друзьям и союзникам из региона Центральной Азии, несет проблема наркотиков. Встревожены выкладками о том, что вновь резко увеличились наркопосевы и урожай опийного мака. Рост наркодоходов неизбежно подхлестывает активность террористов. В этой связи настоятельно призываем нарастить международные усилия по борьбе с афганским наркотрафиком. Видим хороший потенциал в усилении антинаркотического взаимодействия Афганистана с организацией договора коллективной безопасности. Повторяем, комплексные проблемы Афганистана могут быть решены только на основе широкого честного взаимодействия на международном и региональном уровнях. Актуализируется задача гармонизации подходов внешних игроков. Именно решению этой задачи с прицелом на достижение устойчивого национального примирения Афганистана подчинен московский формат переговоров. Благодарю вас. Благодарю вас.